Привет, друзья! Создание выкройки в программе позволяет вам с точностью до миллиметра разместить дизайн на изделие. Этот способ идеально подходит для изделий небольшого размера, когда выкройка или ее деталь целиком помещается в пяльцах. Это может быть пенал, косметичка, карман, манжет, воротник и так далее. Для работы нам понадобится выкройка косметички. Думаю, все знают, где ее найти. Мне попалась простая, которую не шил, разве что ленивый. Работа по построению выкройки настолько элементарная, что с ней справится даже самый начинающий. Откройте программу и перейдите в модуль живописный холст CorelDRAW. Для удобства работы вы можете загрузить изображение выкройки в программу, но в данном случае это не обязательно, поскольку выкройка простая и нам нужны только ее размеры. Давайте представим, из чего состоит эта выкройка. По сути, это четыре прямоугольника с заданными размерами, объединенными в единое целое. Вот эти прямоугольники мы сейчас и создадим. На панели инструментов выберите инструмент векторный прямоугольник. Задайте ему значение заливки и отключите значение толщины абриса. Ну, по-русски отключите контур. Перенесите курсор мыши на рабочее поле и создайте произвольный объект. Задайте объекту значение 35 на 200 миллиметров. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl D, создать копию. Переместите копию в сторону. Я ее перекрашу, чтобы вам было лучше видно, что я делаю, но в целом этого делать не обязательно. Не снимая выделения с объекта, снова нажмите комбинацию клавиш Ctrl D, создать копию. Задайте размер объекта 70 на 200. И последний раз нажмите комбинацию клавиш Ctrl D и задайте значение объекта 310 на 120. Понятно, откуда я взяла размер 120. Нужное количество прямоугольников создано. Выделите зеленый прямоугольник, прижмите клавишу Shift и выделите желтый. Вот для этого я их перекрасила, чтобы было проще объяснять, больше ни для чего. Кликните иконку выровнять и распределить. В открывшемся окне кликните выровнять по левому краю и по вертикали. Нажмите иконку объединения. Не снимая выделения с нового объекта, прижмите клавишу Shift и кликните по синему прямоугольнику. Нажмите иконку объединения. Не снимая выделения с получившегося объекта, прижмите клавишу Shift и кликните по красному прямоугольнику. Выровняйте объекты по вертикали и горизонтали. Нажмите иконку объединения. Поверните получившийся объект на 90 градусов. Ну вот, выкройка готова. Нажмите конвертировать. Ну что ж, мы перенесли выкройку в модуль вышивки. Теперь ее можно конвертировать в любой объект. Учитывая, что выкройка в точности соответствует размерам, вы можете разместить вышивку в нужном месте, добавить к ней надписи или применить свои знания по уроку тропунта, который находится в этом же плейлисте. Мне задали вопрос, а не проще ли сразу отрисовать выкройку с помощью инструмента по контуру? Нет, не проще, поскольку мы не знаем, первое, насколько точно нарисована выкройка. Второе, нам придется долго и нудно все вот эти симметричные стороны выравнивать. Ну, не долго и нудно, но придется выравнивать. Способ через конвертацию, на мой взгляд, более удобный. Если бы не описание, то на всю работу, что я проделала, я потратила не более чем 3 минуты. И если что-то осталось за гранью понимания, стучитесь. Всего хорошего!